Высказывайте свое мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены из вне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 ФМ. На нашем веб-сайте radioinvc.com и на нашем YouTube-канале Radio InVC. Сегодня с вами один на один Ефим Ферштейн. Сегодня в творческой командировке, поэтому программы похищения Европы не будет. Ну, поговорим, как вы, наверное, догадались, о выборах. Вернее, об одном аспекте выборов. Наверное, уже не раз слышали название одной компании. Dominion. Это такая система голосования электронная. Вокруг этой компании очень много разговоров ходит, вопросов очень много к этой компании. А вот я тут поискал-поискал кое-какой материал нашел, пособирал информацию, которую я хочу с вами поделиться, чтобы иметь представление о том, что происходит, а вам уже делать выводы. Итак, Dominion Wording System Corporation – это канадская компания, разрабатывающая программное обеспечение для переключения бюллетеней. Компания Dominion была основана в 2003 году с целью предоставить систему электронного голосования, удобной для прогрессистов. Из-за такой пристрастности она томилась почти без клиентов в следующие 5-6 лет, пока к власти не пришла администрация Обамы. В 2010 году администрация Обамы конфисковала активы систем электронного голосования, сокращенно СЭГ, программное обеспечение, интеллектуальную собственность, производственные инструменты, клиентскую базу и так далее у двух известных американских компаний и передала их Dominion. В то же время Dominion получила некоторых сотрудников и активы от иностранного производителя СЭГ, связанного с Уга Чавесом. Ее программное обеспечение использовалось примерно 40% избирателей на этих выборах, в основном в контролируемых демократами штатах и избирательных комиссиях. По всей видимости, никаких мер защиты от переключения, удаления или создания бюллетеней не применялось. Согласно собственному веб-сайту Dominion, это программное обеспечение использовалось в спорных штатах и в крупнейших демократических штатах, включая Мичиган, Джорджио, Аризону, Неваду, Нью-Мексико, Колорадо, Аляску, Юту, Нью-Джерси, Калифорнию и Нью-Йорк. Но давайте обратимся к ранней истории Dominion. Dominion Voting System Corporation была основана в Канаде в 2002-2003 годах с откровенно прогрессивной миссией – разработать программное обеспечение для электронного голосования, которое не только обрабатывает бюллетени, но и мобилизует избирателей. Помните популярный лозунг левых? Непонятно, какие продукты или услуги разработала компания. Она почти не имела покупателей, пока в 2008 году не была избрана Обама, а в 2009 году Нью-Йорк заказал у нее несколько десятков систем. В 2010 году Министерство юстиции Обамы, Холдер Мюллер, отобрало у лидера рынка ES&S подразделение SEC, приобретенное ранее у Dibold, и передало его Dominion. В этот подарок было включено около 30% рынка систем электронного голосования США. В течение двух недель Dominion также приобрела Sequoia, которая формально была выделена из Smartmatic, но связи между этими двумя компаниями остались. Smartmatic – британский поставщик SEC, программное обеспечение которого было использовано Чавесом для победы на референдуме в Венесуэле в 2004 году. Подразделение Smartmatic Sequoia столкнулось с проблемами в США. Эти проблемы быстро закончились, когда ее активы были куплены Dominion. Таким образом, новая демократическая партия создала карманную корпорацию, предоставив ей львиную долю рынка электронных систем голосования США. Dominion идеологически связана с демократической партией, обязана ей всем, чем обладает, зависит от нее в большинстве своих дел и нуждается в ее власти, чтобы избежать судебного преследования за коррупцию. Похоже на конфликт интересов. Итак, что ж такое электронное голосование? Использование электронных машин для голосования всегда было спорным вопросом. Плюсов электронного голосования, экономия рабочего времени, счетчик бюллетеней ничтожно мало, однако минусы безграничны. Поскольку программное обеспечение по своей природе сложное, непрозрачное и нестабильное, всегда существует риск серьезных ошибок. Есть подозрения и сомнения по поводу результатов выборов. Сложность программного и аппаратного обеспечения машин для голосования постоянно возрастает, что усугубляет эти опасения. В начале 2009 года в США было 4 основных поставщика систем электронного голосования, как я уже говорил, ES&S Primer, подразделения Nixdorf-Dybald, Sequoia, связанное со Smartmatic, и Heart InterCivic. Размер рынка составлял несколько сотен миллионов долларов в год и продолжал расти. Производители систем электронного голосования конкурировали между собой и против традиционного голосования с ручкой и бумагой. Для других участников не было никаких препятствий для выхода, кроме регуляции правительства. Электронное голосование казалось хорошей идеей в 80-х, но это больше не так. Электронные машины для голосования и их производители много лет подвергались критике. В 2007-2008 годах эта критика материализовалась в исках комиссии по ценным бумагам Министерства юстиции и Штатов против производителей машин для голосования Дайболт видный сторонник Дайболт подверглась критике из-за того, что среди высшего руководства был видный сторонник республиканской партии. Она выделила свое подразделение систем электронного голосования в отдельную компанию «Премьер» и стала искать покупателя. Существующие поставщики были обременены обязательствами, включая расследование Министерства юстиции. Это открыло новые возможности для администрации Обамы. Ну а теперь о технических уязвимостях систем электронного голосования. Разработчики программного обеспечения для голосования легко могут вставлять код, меняющий числа в пользу или против одного кандидата. Никакого взлома не требуется. Вредоносный код может быть разработан так, чтобы проходить тесты и запускаться только во время реальных выборов, автоматически или вручную. Оба случая возможны, даже если машина отключена от интернета и не имеет обычных устройств ввода-вывода. Вредоносный код можно активировать вручную в режиме реального времени, вставив избирательный бюллетень или другую бумагу с заранее заданным QR-кодом или определенным изображением. Аудит исходного кода необходим, но недостаточен. Программное обеспечение доминин работает под управлением Windows, и вредоносный код может быть скрыт в любой части операционной системы. Во внутренней прошивке также может быть скрыт вредоносный код. Если штат хочет пойти на риск и полагаться на тестирование и аудит исходного кода, они должны проводиться с участием технически компетентных представителей обеих сторон. Если система проходит тестирование и аудит, образ программного обеспечения ПО должен быть надежно сохранен. Все поставляемые машины должны иметь точно такое же оборудование и программное обеспечение, что и проверенная система. Насколько мне известно, тщательные тесты и аудит исходного кода проводятся очень редко. Если вообще проводятся. Кроме того, от поставщиков не требуется использовать только проверенный образ ПО и им разрешено обновлять его практически по своему усмотрению. Это означает, что избирательные комиссии вынуждены слепо доверять поставщикам. Слепое доверие всегда неправильно и ведет к злоупотреблению. Но даже принцип доверяй, но проверяй применим только к надежным поставщикам. Доминиен Вотинг это противоположность надежности. Единственное реальное решение проблемы уязвимости систем электронного голосования вообще не использовать их. Ручной подсчет бюллетеней не имеет программных уязвимостей и стоит намного дешевле. Вирджиния, кажется, единственный штат, который решил использовать только ручное голосование. Как Доминиен превратилось из ничего во все за две недели. Вот об этом. Итак, в сентябре 2009 года компания ИСНДС приобрела премьер без каких-либо возражений со стороны Министерства юстиции. Но в марте 2010 года Министерство юстиции Обама помните, Эрик Холдер, Роберт Мюллер вынудила ИСНДС продать активы премьера компаний Доминиен, но сохранить свои обязательства. Кроме того, ИСНДС была вынуждена предоставить Доминиен бессрочную и бесплатную лицензию на некоторые из своих программ. Предлогом для действий Министерства юстиции стало анонимное, простите, антимонопольное законодательство. Итак, о продаже. Вот как Министерство юстиции сошла, была оформлена передача активов 8 марта 2010 года. Вашингтон. Министерство юстиции объявило сегодня, что оно потребует от компании Election System and Software, сокращенно ИСНДС, продажи активов в систем оборудования для голосования, приобретенных в сентябре 2009 года о Premier Election Solution Incorporated, чтобы восстановить конкуренцию. Изъятие активов включает средства для производства всех версий аппаратного, программного и микропрограммного обеспечения Premier, используемых для записи голосов, подведения итогов, передачи результатов или создания отчетов, включая систему Ашур 1.2, а также лицензию для лучшего обслуживания избирателей с ограниченными возможностями. А в ведомстве заявили, что сегодняшнее урегулирование восстановит конкуренцию среди систем оборудования для голосования в Соединенных Штатах. Чтобы восстановить конкуренцию, звучит забавно, правда? Потому что в том же документе от ИСНС также требуют, чтобы компания не конкурировала с покупателем за некоторым исключением. Выдержка Приобретение существенно снизило конкуренцию, поскольку оно объединило двух крупнейших поставщиков систем, используемых для подсчета голосов на федеральных, штатных и местных выборах в США. Приобретение премьер сделало ИСНС поставщиком более 70% систем для голосования в Соединенных Штатах. В ведомстве заявили, что поскольку денежная стоимость сделки между ИСНС и премьер составила 5 миллионов долларов, что намного ниже порога обязательной отчетности для слияния в соответствии с законом об улучшении антимонопольного законодательства от 1976 года. расследование сделки не начиналось до того, как компании объединили свои активы и ликвидировали многие операционные подразделения премьер. Похоже на плохой предлог. Министерство юстиции расследовало эти компании еще до слияния и о нем было известно. Оно не утверждает, что о слиянии не сообщалось. Почему бы просто не потребовать отмены слияния министерства юстиции обеспечило плохой предлог, чтобы требовать продажи, а не обычной отмены сделки. По условиям мирового соглашения ИСС должна передать всю интеллектуальную собственность, связанную со всеми версиями системы оборудования для голосования премьер прошлыми, настоящими и находящимися в разработке другой компании. ИСНС также должна продать все оборудование и основные фонды премьер, а также запасы деталей и компонентов для того, чтобы покупатель отделяемых активов мог лучше обслуживать избирателей с ограниченными возможностями. ИСНС также должна предоставить полностью предоплаченную безотзывную бессрочную лицензию на использование AutoMark устройство для маркировки бюллетеней ИСНС, на которое у премьер была ограниченная лицензия до приобретения. Покупатель отделяемых активов будет иметь право изменять и улучшать как продукты премьер, так и AutoMark. Таким образом, Министерство юстиции Обама не только лишило ИСНС приобретенных активов премьер, но и вынудило ее предоставить лицензионные права на свой продукт, созданный до слияния. ИСНС должна продать отделяемые активы покупателю, утвержденному департаментом. Это не продажа, это конфискация, помноженная на коррупцию. Мировое соглашение запрещает ИСНС участвовать в торгах по новым контрактам на системы для голосования с использованием оборудования премьер, переданному Доминиен. Подождите, разве они не говорили, что цель заключалась в увеличении конкуренции? Департамент также требует, чтобы ИСНС предоставила покупателю отделяемых активов возможность конкурировать за предоставление услуг клиентам премьер, которые в настоящее время имеют контракты с ИСНС, давая клиентам возможность переключиться на покупателя отделяемых активов или остаться с ИСНС. ИСНС также должна предоставить доступ к компонентным специалистам премьер и согласиться предложить соглашение о поставках, чтобы дать покупателю время для создания собственного производства оборудования систем для голосования. Утвержденный покупатель отделяемых активов компания Dominion Woting System не упоминается в этом пресс-релизе, но эта цитата показывает, что Министерство юстиции уже определило утвержденного в кавычках покупателя и знало, что у него нет производственной базы. Что же происходило после продажи? Dominion объявила о приобретении продуктов Dibble 19 мая 2010 года и приобретении активов Sequoia Woting 4 июня 2010 года. Dominion также наняла большую часть персонала последней, вероятно, сохранившего связи с очень сомнительной Smartmatic. Система Sequoia Smartmatic использовалась на референдуме в Венесуэле 2004 года, на котором победил Уга Чавес. Smartmatic британская компания со связями с Уга Чавесом, возглавляемая Лордом Меллоком Брауном, бывший заместитель генерального секретаря ООН, ПРООН, ОВКБ, ООН, вице-президент фонда Квантум Сороса и заместитель председателя фонда открытое общество Сороса и замешанное в скандалах с выборами по всему миру. В августе 2009 года с поправками приблизительные доли рынка средств электронного голосования в США были примерно таковы. 40% ES&S, 30% Diabolt Premier, 20% Sequoia Smartmatic, 10% Hard InterCivic и 0% Dominion Voting. Менее чем через год. После антимонопольных в кавычках действий Министерства юстиции Обабы они стали следующими. 50% Dominion, 40% ES&S ограничено в конкуренции против Dominion и 10% Hard InterCivic. Таким образом, действия Министерства юстиции были прямо противоположны его словам. Но, как обычно, говорит одно, когда следите за руками, а делает совершенно другое, совершенно противоположное. Поставщик избирательной системы должен демонстрировать беспристрастность. Dominion не просто пристрастна, а гиперпристрастна в пользу демократической партии или даже является ее карманным поставщиком. Dominion имеет гораздо больше связей с демократической партией, ее видными сторонниками в США и за рубежом, которые не рассматриваются в этой статье. Разработка программного обеспечения в Сербии. Dominion разрабатывает большую часть своего программного обеспечения в Белграде, Сербии. Россия ближайший, если не единственный друг Сербии. Если бы кто-нибудь действительно думал, что Путин хотел сорвать выборы в Америке, его в первую очередь должны были бы интересовать офисы Dominion Ботинг в Белграде, а не башня Трампа в Нью-Йорке. Кстати, в сербском и русском языках используется кириллица. Большинство букв имеют одинаковую кодировку, Unicode в сербском и русском языках, Basic, Multilingual, Play, диапазон 0,4 и так далее. технические данные. Если в 2016 году какие-то сотрудники избирательных комиссий обнаружили кириллический текст на машине для голосования Dominion, веронятно, его составили разработчики из Сербии. В примечании. Это соглашение между штатом Мичиган и Dominion, включающее спецификации для многих продуктов Dominion PDF 161 страница. В качестве опции предлагается подключение к Wi-Fi и даже модем удаленного доступа. Некоторые из компаний, упомянутых здесь, как иностранные или имеющие иностранное происхождение, перерегистрированы в Соединенных Штатах. В ключевых штатах зафиксировано рекордно низкое количество отклоненных бюллетеней, но это уже другая тема, к этому мы вернемся сразу после небольшой рекламной паузы. Ну, а эта информация была для вас для того, чтобы понять, что из себя представляет компания Dominion, которая, по-моему, использовалась эти системы электронного голосования, по-моему, в 30 штатах. Ну, а в частности, в тех штатах, в которых больше всего возникает вопросов. Так что, выводы делать вам. Я просто делюсь информацией. Продолжаем нашу программу. Телефон в студии 847-400-5200. Если вы хотите поделиться информацией, которая имеет отношение к прошедшим выборам, или у вас возникли вопросы, пожалуйста, звоните 847-400-5200. Ну, и в продолжении этой темы Dominion и так далее, и хаоса, который происходил в некоторых местах, на некоторых разбирательных участках, некто Мелисса Короны дает показания по поводу того, что происходило. Вот, что она говорит. Кстати, есть видео, можно посмотреть, это все рекорд. Меня зовут Мелисса Короны, у меня был заключен контракт с Dominion Voting System, простите, Voting Services на выполнение работ специально специалиста по информационным системам в центре на выборах 3 ноября 2020 года. Давайте я попробую принять звонок. Добрый день. Здравствуйте, Сережа. Спасибо вам за передачу. Вы мне сейчас открыли глаза, прочитав про вот этот хозяина собственного. Я вспоминаю, когда были выборы Обамы, на второй срок против Ромни, Ромни тоже вел, мы еще с женой вечером, у меня так давление поднялось от внезапности, как это так, он вел и вдруг он проигрывает, Обаме проиграл. А оказывается, эта система уже тогда была куплена для этих всех дел. У меня вопрос, как у Трампа в команде не нашлось человека, который бы занимался этим и знал это. Вот у меня в чем вопрос. И где был бар? Я на самом деле не знаю, не могу сказать, знал об этом Трамп или не знал, скорее всего знал, потому что я уже приводил, говорил о том, что он издал исполнительный указ в 18-м году, который предусматривает санкции, поскольку компания это получается, в этой компании используется софтвер, который писался в разных странах, в том числе в Венесуэле, машины, которые работают, некоторые части для этой машины, в частности, по-моему, чипы делали в Китае наши самые большие друзья, вернее сказать, самые большие друзья Байдена, то есть машины это настолько ненадежны, я думаю, что он знал, но что он может предпринять, если мы руководствуемся законами штатов по выборам, то есть нет федерального закона, регулирующих выборы, что им использовать, как использовать, это все штатные законы, но не торопитесь, не отчаивайтесь, я думаю, что все это известно, об этом говорила Синти Паул, адвокат, которая защищала в свое время Майка Флина, теперь она в команде Трампа, я думаю, что и до этих машин дойдет время и будут разбираться, но время то мало осталось, вот в чем дело, ничего страшного, я думаю, что у них еще есть время для того, чтобы разобраться, сейчас, кстати, сказать, сейчас в суды поданы иски, но скорее всего суды, местные суды откажут, поскольку там мафия сидит на уровне штата, посмотрим, что решит апелляционные суды, если апелляционные суды откажут, дальше, чем скорее, тем лучше это произойдет, дальше будет Верховный суд и вся надежда на решение Верховного суда, но если уж Верховный суд не примет решение, тогда, или если не за сертифицированы будут списки, то тогда решение будет принимать Конгресс, в этом случае Трамп остается президентом, да, дай бог, дай бог, Сережа, потому что несправедливость не должна быть, это, понимаете, не должно стоять, и не просто не должна быть несправедливость, я думаю, все, кто замешан в той или иной степени, должен понести наказание, потому что еще у меня есть надежда, знаете, я живу много лет в Америке, и до этого любил спортом заниматься, и сейчас, в Америке есть закон бороться до последней секунды, и я сколько раз убеждаюсь, те люди, которые за 5 минут до конца матча уже делят, вешают себе медали, они всегда проигрывают, совершенно верно, вот это надежда, я смотрю на этих двух уродов, которые уже ходят и показывают всем уже новые пиджаки, да, уже все, уже офис президент-элект выдумали, чего вообще в природе не существует, до того момента, пока за него не проголосовали выборщики, но спасибо вашему радио, я вас не успел поздравить с 17-летием, дай бог, чтобы вы еще были многие годы, и ваши все ребята, будьте здоровы, спасибо большое, и вам доброго здоровья, добрый день, пожалуйста, вы в эфире, добрый день, спасибо за ваши передачи, у меня к вам такой вопрос, я не могу понять, вот если там меньше полпроцента, у них же записано в их штатовских... в некоторых штатах есть такой закон, если меньше полпроцента, должно быть... они не считывают автоматически, например, в Неваде, например, допустим, в Пенсильвании, там же меньше, чем полпроцента, какая-то... почему не идет пересчет, как бы, черт, почему-то... потому... объясните, я могу это объяснить одним, они борются за свое существование, за свою власть, за свое выживание, они готовы нарушать законы, но... послушайте... совершенно верно, вы абсолютно правы, если разница составляет меньше полпроцента, должно включиться автоматический пересчет голосов, но я еще раз повторю, нет такого преступления или такой подлости, на которые демократы не пойдут ради власти, они готовы приступить к закону, они готовы пожертвовать здоровьем людей, а готовы пожертвовать жизнью людей, лишь бы остаться у власти. Ну, как-то... там же лоеры с двух сторон, они должны говорить, есть закон такой-то, соблюдайте закон, и все, такие дела, это же не то, что там виноват... Правильно, правильно, поэтому команда Трампа обращается в суд, с той стороны тоже есть целый банч лоеров, которые хитро сделаны, которые умеют произносить умные слова и предоставлять свои аргументы, оспаривать, все это дело тянется, а суд, поскольку он не является на местном уровне, не является объективным, а является такой судейской частью демократической партии, он принимает решения в пользу демократов, вот пока это так, вот поэтому я говорю, дождемся как-то... Я понял, спасибо большое, у меня еще вам такое, знаете, пожелание, конечно, ну если не дай бог, Трамп не победит, я думаю, что у него есть только одно решение вопроса, он должен сейчас CNN продается, он может купить CNN с правом ТНТ и сделать из демократической сделать CNN на республиканской. А скажите, CNN продается, я впервые об этом слышу, я не знал, что-то я пропустил, чрезвычайно. CNN, они поставили у банков сейчас, они, он лежит и тяньки, что вы почитаете, они думают его продавать, скорее всего, но, но, допустим, ну, они сейчас поддерживают принципе Байдена, но если Трамп, конечно, не победит, и говорят, такие вопросы, что у него сейчас такая мысль, чтобы купить какой-то компанию, во всяком случае, купить или запустить какой-то проект телевизионный, который бы альтернативный, если он купит CNN, сделать из него республиканское, все, которые демократы, они там были республиканцы, это просто шутка, понимаете? было бы на самом деле неплохо, если бы такой нетворк он купил и сделал из него нормальный. Ничего вопроса, но я думаю, что, конечно, если он это не получится, они вот, конечно, он запустит, но с другой стороны, еще вот этот Факс Ньюс, конечно, всех удивляет в последнее время, они как-то стали более левые, особенно там такие... На самом деле, я об этом говорил, ничего удивительного в этом нет, поскольку в руководстве Факс Ньюс появились новые люди, появился, я уже несколько месяцев назад говорил о том, что Пол Райан, который республиканец, который был спикером Палаты представителей, который был третьим человеком в стране, но продался с потрохами, шкурные вопросы решал свои, поэтому он провалил реформу, скажем, иммиграционную, если бы он приложил хоть минимум усилий для того, чтобы провести закон, который предлагали консерваторы, этот бы закон прошел, решился бы вопрос с ДАКО, с закрытием границы и так далее, и так далее. Он этого просто не хотел. То же самое, ну, в общем, к сожалению, так вот он теперь на Совете директоров Факс Ньюс, во-вторых, там есть человек, который, по-моему, если мне память не изменяет, был Чифов Став, Байдена в свое время, то есть там поменялось руководство, ничего удивительного в этом нет, но Факс Ньюс, на мой взгляд, вверх он потерял огромное количество зрителей, по-моему, 72 миллиона зрителей и потерял подписчиков, что-то такое. Впервые... Да, единственное, что люди сейчас смотрят, они сейчас смотрят Такер, там смотрят ТЭМ, они вот это не... Впервые уже люди перестали. Еще один вопрос, если вы затронете такую интересную тему. Вот прошло в новостях, что вот эти три лойера, которые работали с Трампом в этой комиссии, которые надо подать на пересчет и так далее, они отказались. Это компания, расположенная... Юридическая фирма... Спасибо большое за ваш звонок. Юридическая фирма, расположенная в Агайе, если я не ошибаюсь, отказалась участвовать в деле, что вообще является позором. Люди получили деньги, люди подписались с клиентом и посреди кейса бросают кейсы и уходят в кусты. Объяснили эти... это с сильным давлением на них. Ну, я не знаю, каким... Наверное, есть способы надавить на юридическую компанию. Если мы... Финансовые интересы можно понять тоже. Ну, в смысле, объяснить финансовыми интересами. Этот как бы клиент временный, а у них, может быть, есть корпорации, с которыми у них подписаны контракты, из которых они сосут и кормятся. И корпорации надавили, сказали так, если вы не бросите этот кейс, вы тут потеряете там, скажем, три миллиона, на этом кейсе. А от нас вы будете получать по 10 миллионов каждый год, поэтому они предпочли... Это теория моя, это, так сказать, объяснение, попытка объяснить что-то. То есть, на самом деле, какое-то давление было на них оказано, не знаю, кем, с какой стороны, какие рычаги использовались, но они об этом сказали. Вот и все, ничего, как говорится, личного, чистый бизнес. А может, застращали, может быть, там у кого-то рыльца в пушку. Не знаю. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Оважаемый Сергей, вы знаете, вы сейчас лишний раз наказали, что Обама преступник. Я это знала, ну, не сразу, не сразу знала, но, в общем-то, почему ему пришлось фальсифицировать свой документ о рождении. Потому что он, я не помню, в каком году, в Канаде поменял свое имя. То есть, человека с именем Барак Обама не рождалось. Если он сохранился, его этот сертификат о рождении, то он на другое имя. А для чего он менял? Значит, он что-то скрывал. Где-то что-то было такое сделал, что он... Варвара, Варвара, мы так можем рассуждать, в дебри уйти в такие... Ну, а для чего человек меняет имя? Единственное, что я знаю, что social security, его номер, его social security, где он никогда не был. Совершенно верно. Выдан в том месте, где он никогда не жил. Да, вся личность фальшивая. Вся личность. Ну... В общем, что говорить? К сожалению, у нас этот человек был президентом. Что можно сказать еще? Ну, и к сожалению, ему удалось, я не знаю, первый раз, очевидно, за него проголосовали, все в порыве страсти такой, а второй раз, скорее всего, они также с таким же образом сквозицировали выборы. спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я хочу вас поинтересоваться, что вы слышали, вот скажем, я читал, что, может быть, я и в прошлый раз, и в этот раз голосовал за Трампа, и, в общем-то, переживаю немножко. Вот в отношении того, что вот эти бюллетени, которые по почте направлялись, они, в общем-то, специальные. Там существуют какие-то в бумаге специальные знаки, которые читаются аппаратурой, если это настоящие бюллетени. Так вот, я слышал, но не очень уверен в том, что я слышал, что порядка, предполагается, что порядка 70% поданных бюллетеней фальшивые. 70, 72, что-то такое. Вы что-нибудь слышали об этом? Я точно так же, как и вы, в интернете эту информацию видел. Я не знаю, насколько можно доверять этой информации, поскольку сейчас информация со всех сторон. Ну, с одной стороны, как бы масс-медиа, телеканалы, все нас убеждают, что Байден победил. Байден выходит, его показывают на всю страну. Он говорит, все, election is over. Выборы закончились, согласитесь. С другой стороны, я вполне допускаю, что информация, которая о водяных знаках на бюллетенях, это может быть неправдой. Хотя было бы здорово, если бы так было. Тогда проще было. Ну, в принципе, оно как бы имеет под собой основу, что... Я вам сейчас скажу, что почему у меня сомнения на этот счет. Во-первых, каждый штат, у него, еще раз повторю, у каждого штата свой закон, соответственно, бюллетени у них свои. Они печатают свои собственные бюллетени, потому что, ну, даже один участок избирательный, но там стили бюллетеней разные, потому что в одной части участка выбирают там какого-то человека ответственного за воду, а в другой части избирательного участка этого нет. Понимаете, все бюллетени разные, поэтому они не печатаются там в госзнаке в едином и с водяными знаками, поэтому у меня большие сомнения. Во-вторых, значительная часть избирательных участков использовали вообще электронную систему голосования, где бюллетеней нет, просто тык-тык. Понимаете, поэтому я не очень в это верю, хотя было бы здорово, если бы так можно было взять, сделать, и поэтому я сомневаюсь. Спасибо большое за вашу зону. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Это Евгений. Здравствуйте, Евгений. Вы знаете, очень интересную статью вы рассказали про систему Доминиен, это все хорошо, это знаете вы, это знает журналист, написавший это, это теперь знают множество ваших слушателей, у меня вопрос, знает ли об этом что-то генеральная прокуратура, знает ли об этом ФБР, знает ли об этом ЦРУ, и еще хреново туча всех этих, не знаю, чем они занимаются. Я понял, о чем вы говорите, вот Синди Пауэлл, которая давала интервью у Марии Бартерома, она очень резко выступила, говорит, вот эта система Доминиен использовалась в разных странах, и она, и ЦРУ не могло не знать о том, что эта система заряжена. ЦРУ об этом точно знали, и в заключении своего интервью она сказала, Джина Хэспелл должна быть уволена немедленно просто, просто немедленно, директор ЦРУ должна быть уволена немедленно, потому что они все это знали, они знали, что эта система заряжена, но при этом ничего не делают. К сожалению, в ЦРУ, так же, как и в ФБР, сидят чиновники, леволиберальные чиновники, которые работают на демократическую партию. Вы посмотрите, в тот период, когда демократы пытались обвинить Трампа в квит-про-кво, когда Трамп сказал Зеленскому, что не мешало бы разобраться, тут обвиняют в коррупции семейку Байденов, не мешало бы в этом разобраться, за это его, ему демократы пытаются объявить импичмент, а в это время лэптап, который подтверждает коррупционную схему Байденов, находится в ЦРУ, и ЦРУ засунул язык в одно место и молчит, ждет, а вдруг правду уволят, импичмент объявят и выгонят Трампа. То есть, сидят на самом деле люди, которые не беспокоятся о безопасности, о законности в нашей стране, а преследуют какие-то узкопартийные цели, и все их усилия направлены против одного единственного человека, который стоит у них на пути, который стоит на пути у этой элиты, которая сладко жила, причем в той и в другой партии. К сожалению, к сожалению, так давно бы, если бы у ФБР было желание раскопать всю эту машину, вы посмотрите, как они взламывали руки Флинну, чтобы обвинить его, чтобы с целью, чтобы Флинн что-то наговорил на Трампа. Они грозили ему и сына посадить в тюрьму, они заставили его признать, что он лгал под присягой, хотя трио ту форма, которая почему-то потом переписывалась, человек, который вел беседу, так называемую, с Флинном, сказал, что похоже, он не врет, похоже, он честно отвечает на вопросы. И, кстати, Флинн не нарушил никакого закона. Так они ломали ему руки с тем, чтобы он что-то сказал на Трампа. Так вот, если бы у них было желание раскрутить эту, они могли это сделать вот так. Элементарно. Тем более, что есть люди, которые дают показания, готовы дать показания, сотни страниц с показаниями о том, что фальсификация, о том, что какое-то регулярность происходит. Но они этого не хотят. К сожалению, ФБР, и я думаю, что там, ну, половина состава, вот начиная с самого верха и примерно до середины, это люди без стыда, без совести, без принципов. Я с вами полностью согласен. Поэтому и результат такой. Да, но вы знаете, и в этом-то и проблема, что они бы что-то, может, и делали, если бы на них действительно оказывалось давление. И не только сверху там президент, он им с кулаком по столу стукнуть, или что, но когда они видели, что и снизу было бы. А снизу давление создается вот этой вот информационной пропагандой, которая со всех членов. Все правильно. Все правильно. Вы абсолютно верно говорите. Со всех членов. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все телеканалы нам рассказывали на протяжении 4 лет, что Трамп является агентом Кремля. Потом, что Трамп такой, такой, сякой, такой, сякой. Сейчас они нам рассказывают, что Байден президент, выборы закончились, все, идите домой и курите бамбук. И посмотрите же на эти две наглые рожи, которые сегодня опять на слушании в Сенате сидят, Дорси и Цукерберг. Ну, просто, эти. Это не Бога, понимаете? Да, да. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое вам спасибо за такую информацию. Скажите, пожалуйста, имеет право верховный судья Роберт не принять дело после всех тех судов, которые пройдут? Вы знаете, мне кажется, что там должны по этому поводу быть дискуссия. И если большинство судей будет, как мне кажется, я могу ошибиться, если большинство судей проголосуют за то, чтобы это дело принять к рассмотрению, то, наверное, они все-таки его примут к рассмотрению. Но тогда, когда Робертс отказался принимать дело к рассмотрению, что касается Пенсильвании, это потому, что там получилось четыре на четыре. Там четыре либерала. Ну, в общем, там неполный состав суда был, там не было Кони и Эми Берретт, поэтому, как бы, голоса разделились поровну, и поэтому, ну, не знаю, по-моему, так. Точно не могу сказать, но по-моему, так. По-моему, если большинство все-таки выскажется за то, чтобы дело было принято к рассмотрению, то, скорее всего, они рассмотрят. Хотя, Робертс, у него достаточно власти, чтобы манипулировать там. Будем надеяться, что все это, все это разрешится в интересах страны, не в интересах партии отдельной, не в интересах глобалистов, не в интересах леворадикального отребия, которая, которая готова действительно превратить эту страну в Венесуэлу. Байден, который готов убить энергетическую систему, всю структуру энергетическую, то есть запретить бурение, запретить уголь. Опять разговор о том, что будем возобновляемую энергетику развивать. Ну, Обама субсидировал 94 миллиарда долларов из того почти триллиона он дал на возобновляемую энергетику. И что? А ничего. 500 миллионов долларов в Солиндро, банкротство, зато успела Обама получить на свою избирательную кампанию деньги. В общем, я очень хочу верить, что все-таки все решится в интересах страны. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Я сегодня слушала Алену Ванштейна на Ютубе. И то же самое говорил Панарин. Под номером 1182 какая-то лекция была. Знаете ли вы что-то об этом? Очень интересные расследования ведутся. То, что с Европой, с Испанией, с Германией, с Канадой. Да, действительно. Спасибо большое. Да, ну, конечно, расследования ведутся. Вообще удивительно. Пишет софтвер для одна страна, потом наши голоса отсюда уходят, по-моему, куда-то в Канаду или в Венесуэлу, потом поступают, считают их в Испании, сервер находится где-то в Германии, и при этом мы говорим, что у нас все в порядке, и никакая иностранная страна не может повлиять на ход наших выборов. Черт и что. Ну, то есть, вот даже человек, который технически ничего не понимает, но если бы ему сказали, что, послушай, вот ты бюллетень сюда вставляешь, твой голос идет в Венесуэлу, а потом из Венесуэлы комплектуются, идут в Испанию, в Испании считают, а сервер находится в Германии, и потом обратным путем все это возвращается. В общем, бред какой-то. Абсолютный бред. Все, к сожалению, времени больше не остается. Друзья, спасибо большое.